Строение сингулярного симулятора. Мы внутри матрешки. Чтобы пройти сюда монадной душой, нужно вот такой ментальный хуй. Духовность — это и есть тенденция. А что плохого тогда в этом? То, что тенденция всегда пустотела. Через два года этой тенденции не будет. Религия и духовность спасают тебя от необходимости взрослеть. Близнецовые пламена — это части, на которые ты разлетелась, когда проходила сквозь измерения. Ты можешь их, в принципе, опознать, если ты не совсем идиот. Я помню несколько циклов симуляторов. И ты помнишь, что за пределами симуляции? Приветствую, друзья. Меня зовут Виктория Селина. Это YouTube-канал «Новые люди». И сегодня у меня в гостях барабанная дройб, прадорусский. Подожди, как это? Вот это, вот это, вот так вот. Приветствую вас, земляне. Честность равно духовность. Что ты имела в виду? Давай начнем с этого. Смотри, сейчас бум духовности. Ну, мы видим, да, мы с тобой на Бали, мы знаем, что такое, как это, убудки мы их называем. Убудки. Да, были раньше убуднуты, а я их называю убудки. Что это? Люди понимают, что выгодно быть просветленным, духовным. Идея того, чтобы быть хорошим, выгодно, она всегда была. Вот сколько существует это все, не важно, что это. Всегда было выгодно быть хорошим. Понимаешь? То есть, если люди к тебе лояльны, они о тебе хорошо думают, типа тебе с этого будет попроще жить. А все же не хотят напрягаться, все хотят попроще. И сейчас вот этот бум духовности, то есть хорошести. Да? Ну, и раньше было выгодно быть хорошей девочкой, и сейчас просто сейчас ты должна для этого медитировать, и петь мантры, и говорить, что ты благостная, всех благодаришь, благопринимаешь, и всю вот эту пижню. И по факту это мейнстрим. То есть духовность – это сейчас мейнстрим. А что такое мейнстрим? Это всегда сотканно из тенденций. Тенденция – это способ продать тебе то, что тебе не нужно. То есть тенденция, поскольку у меня фэшн-образование в исходнике, само понятие тенденции в моде – это способ продать человеку то, что ему не нужно, за счет того, что его в этом убедили. То есть это агрессивный маркетинг. Хорошо, а что выгодно тогда продавать в качестве духовности? Духовность – это и есть тенденция. А что плохого тогда в этом? То, что тенденция всегда пустотела. То есть по факту ты примеряешь на себя костюмчик, который через два сезона уже выйдет из мода, и тебе придется искать себе новое прибежище. Понимаешь, ты не можешь ходить в ботфортах боленциага розовых вот с таким носом последующие семь лет. Через два года ты будешь уже атовизмом. Потому что вот сейчас есть тенденция на вот эту надпись боленциага и розовые кеда. Через два года этой тенденции не будет. И ты снова потерялась, и ты ищешь новую тенденцию, куда бы себя впихнуть. То есть ты себя все время впихиваешь в тенденцию. Есть понятие стиля. Это когда ты нашла под себя и развиваешься в этом, углубляясь, детализируя, и раскрывая свои рецепторы. Ты больше видишь, слышишь оттенки, тебе открываются интонации запахов. А тенденция, это очень топорно. Это когда ты поняла, ага, вот уходящий вагон, нужно быстро в него там запрыгнуть. И ты, знаешь, не детализируешь, не раскрываешь, не утончаешься. И ты по факту этого не проживаешь. Вот сейчас тенденция духовности. Это когда все быстро бегут за вагоном. Уходящим в духовности нужно хвататься. Тебе, знаешь, там по животу камни скребут. Ты все равно такой, нет, 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 я пострадаю, потому что я лучше со всеми, чем там один останусь, блядь, чтобы искать что? Индивидуальность. Хуй знает, что это такое. Духовность хотя бы понятна сейчас. Потому что ты открыла инстаграм, ага, духовность, благодарю, благо принимаю, понятно. Новый этот, эталон хорошести. Все. А чем плохо тогда? Ну вот смотри. Это поверхностно, понимаешь? Это то, куда невозможно зайти в тенденцию глубоко. Она проходит слишком быстро так, что ее не успевают развить. Ты не можешь в этом глубоко. Понимаешь, например, есть, да, классический стиль в одежде. И вот он уже там существует, там, не знаю, с момента, какой Шанель и Диора. Ну, 70 лет. Понятно, что за 70 лет тема раскрыта. И там есть уже вариации, там уже есть какие-то интонации, есть какие-то направления под стилем. Духовность – это свежая тенденция, в ней пока что нет вот этого багажа, в котором ты можешь глубоко по-честному поковыряться. То есть, это максимально примитивная поверхностная идея. Если ты мне сейчас попытаешься эпитетами объяснить, что такое духовность, это будет 10 слов точно такие же, как я сейчас тебе напишу на бумажке, сложу ее и скажу, скажешь это. То есть, это супер предсказуемая тема, она очень поверхностная. В ней никто глубоко не разовьется и не развивается, потому что это мейнстрим. Почему это плохо? Потому что мейнстриму подвержены только слабые умы. Молодые, неокрепшие умы, у которых нет собственного смысла. Знаешь, я всю молодость провела в религиозных сектах, в религиях, да, то есть, я очень глубоко, я была в эзотерических школах, я была в течение Рерихов, жила с мужем Кришнаитом, потом жила с мужем, мастером Вуду, параллельно изучала все эти Веданты, Адвайты, там, не знаю, фейсбашников. Короче, все, что не приколочено, было интересно. Ну, ты мой профиль, да, правильно прочитала, 6.2, да? 6.2, да, ролевая модель. Вот, когда это все прошло, да, и уже пошла в более серьезные тренинги, какие-то дорогие, там, за бабки качать и структурироваться как личность, а не просто поиск сиськи мамки. Мы где-то разбирали эту тему, когда я первый раз вообще поняла, что происходило, там, всю мою молодость. Люди, у которых не было опоры, плохие отношения с родителями, вся вот эта пижня, знаешь, в детстве, когда у тебя недостаточно, ты шаткий, они все ищут все равно, то есть мы дети, уровень развития землян до 7 лет, то есть мы все дети, единицы, выросли постарше, даже в подростков. И вот эта психология ребенка, она нацелена на то, чтобы найти родителя везде. Ты ищешь начальника родителя, ты ищешь мужа как отца, ты не хочешь отрываться от родителей, ты страдаешь, когда кто-то умер с близких, понимаешь, то есть у тебя везде вот эта привязка к безопасности, то есть если есть рядом человек, мне безопасней. И почему мы все шли в религиозные секты? Это родительская фигура, что тебе кто-то скажет, как правильно, как можно делать, как нельзя, потому что ты привык, что тебя ограничивают, и ты не хочешь, истерично, не хочешь сам начать думать. То есть у тебя, ты топаешь ножками, говоришь, нет, блядь, объясните мне, что, как делать, родили, содержите, объясняйте, воспитывайте, говно подтирайте до конца жизни. И религии на это и нацелены все. То есть выставление каких-то рамок, где плюс-минус все понятно, а что там за этими рамками? Обычно говорят, что там опасно, и лучше туда не ходить. Да нет, никто не говорит, что там опасно. Мы просто сами истерически не хотим туда ходить. То есть мы боимся темноты. Половина до сих пор спит со светом, и все думают, что под кроватью бабайка. Бабайка. Конечно, да, до сих пор, если ты на ночь посмотришь ужастик, ты ножки вот так вот подворачиваешься, такая лежишь, типа, кто его знает, как бы, да ну нах, я лучше как бы так не буду рисковать своими пятками. Вдруг там кто-то есть в от кровати. Понимаешь, то есть как бы по факту религия и духовность спасают тебя от необходимости взрослеть. Пока ты духовный или религиозный, ты можешь оставаться ребенком. Потому что ты маленькая, а оно большое, и ты такая типа крупица, которая благодарит и благопринимает. То есть ты никто по факту. Пока ты духовный, ты никто. У тебя нет индивидуальности, у тебя нет рисков, у тебя нет ответственности, у тебя нет напряжения. Никто не хочет напрягаться. Все хотят поспать под одеялком, будильник звенит, ты его там, знаешь, это же заветная мечта делать ничего. И духовность то же самое, что религия. Это твой козырь против того, что тебе пора взрослеть. Ты говоришь, я духовный, мне не надо взрослеть. Мне 50 лет, я мужик, я сижу медитирую в ободранной тряпке обосанной. Я типа молодец, мне не надо взрослеть. Понимаешь? То есть духовность — это жесткое прикрытие. А я считаю, что духовность — это когда ты можешь честно пройти путь и сказать, что я кусок говна, я всех обманываю, все время пизжу, всех подвожу, ничего не довожу до конца, обещаю, не делаю, всех использую, кидаю. Это честно. То есть ты не можешь стать духовным, пока ты не поймешь, насколько ты в исходнике кусок говна. То есть ты считаешь, что все люди делают вот то, что ты сейчас назвала? посмотри на убудков. Ты знаешь там хоть одного нормального чувака? Я четыре года в них ковыряюсь. Все кидают по баблу, никто не сдерживает никаких договоренностей, все время все забывают и думают, что ты им все подарил. То есть они искренне считают, что когда ты вступаешь с ними в партнерство, по работе, выстраиваешь им систему бизнеса, делаешь им запуски, они искренне считают, что ты делаешь это, потому что ты его любишь и ты как бы о нем заботишься, потому что для него мир, он же добрый, ну по Зеланду, он же заботится обо мне. А как обо мне мир позаботиться? Через других людей. И вот приходит человек, который у тебя старше, богаче, умнее, и он должен тебе дать, потому что мир заботится обо мне. Понимаешь? И вот ты когда работаешь с этими убудками, 100% из 100 не отдают деньги или в конце у тебя все забирают и уходят, считают, что ну мир, он же изобилен, все же общее. Я не буду ничего делать, потому что все остальные что-то делают, но я же могу этим пользоваться, это же общее. То есть там настолько вот эти нездоровые взгляды, они абсолютно сумасшедшие на 100%. То есть детская наивность, понимаешь, вот только ребенок в пеленках считает, что мама должна за ним говно подтирать, переодевать ему трусишки, стирать его маечки, носочки, кормить его 3 раза в день, и контролировать, во сколько ему пойти погулять, во сколько вернуться. И вот в убуде уровень людей до 4 лет. То есть это люди, под которыми нужно менять памперсы. За пределами Бали люди чуть постарше. То есть там встречаются семилетки, с ними можно играть, договариваться и меняться в песочнице ведерочка на лопатку. То есть они на это способны. Но духовные люди, они впадают в такой глубокий инфантилизм, что с ними просто невозможно. Невообразимо. То есть все, кто вокруг, они воспринимают как большую мать и ресурс, которые им должны, потому что их родили. То есть у них установка «я родился, значит, мне все должны». «Я же молодец, я родился, я совершил подвиг». И вот позиция взрослого это то, что ты родился, класс, круто я родился, можно что-то делать, бегать, путешествовать, с кем-то общаться, что-то узнавать. То есть живые, они очень активные, они проактивные. А дети, они вот такие инфантильные. Духовность — это мекка-инфантилы, сто пудово. А как ты думаешь, есть ли на Земле сейчас люди, которые старше семи лет, да, вот как ты обозначила? Есть ли такие люди? Мало. Как их идентифицировать, что это за люди и что они делают? Ну вот напротив сидит Лара. Лара. Взрослый человек. Я работаю с ней 4 года. У нас ни одной ссоры, ни одной терки. По баблу все прозрачно. Все всегда в хорошем настроении. Никто ни на кого не орет, никто не полыхает, знаешь, там в каком-то гневе. Взрослый человек, он чем удобен? Он и так все понимает. То есть он не идиот. Ему не надо все объяснять, понимаешь? Вот у меня сейчас был инцидент с ребятами из 369. Мы продюсировали Тею, она у нас этот курс по нумерологии вела. И вот Тея, вот этот вот божий одуван из Убуда. 369 это карточки вот эти? Да-да-да, светлится. И вот этот Убуд стайл, да, вот это вот, ну, абсолютно я тебя чувствую, я тебя вижу. И мы потратили полгода, чтобы структурировать ей курс, запустить его. Нагнали ей аудиторию, там вложились временем, ну, понятно, весь процесс ознакомления, продажи. Продаем ей курс, она в шоке, что столько народу пришло, потому что она как бы, ну, самоценности не воспринимает. И человек отводит первый курс, забирает всю базу, копирует с гид-курса все видео и уходит с полным пониманием, что так и должно быть. И вот эта вот степень наивности маленького человека, она непробиваемая. То есть в ее мире она на 100% права. И с ними невозможно договариваться. То есть они, у ребенка всегда ощущение, что все, кто рядом, чуть повыше, постарше, посильнее, они должны о них заботиться. Вот так выглядит ситуация с маленьким человеком, ну, с ребенком. Когда ты работаешь со взрослым человеком, он понимает все то же, что и ты. То есть если она реально не понимала в той ситуации, а что не так, то есть она на нас так смотрела, а почему вы злитесь, а что не так, ну, а как, а для кого это, это же все для меня, да, как бы. Понимаешь, то есть невозможно с ребенком договориться, потому что он реально не понимает, что не так. Ты его хоть от пизди, он не поймет. Ну, то есть детей же бесполезно бить там и в углу. Он все равно не понял, почему нельзя было кисель в пюрешечку вылить. Прикольно же? Ему очень понравилось и весело было. А бабушка там все облезло, блядь, пюре испорчено. И очень опасно вступать в любые отношения с детьми. То есть он тебя, как муж, никогда не поймет. То есть там будет вот эта детская позиция, как партнер. И, к сожалению, я тоже тупая, потому что сколько бы у меня было вот этих неудач в Убуде, я продолжаю их совершать. Сейчас мы всей командой поклялись просто торжественно там на всех святых писаниях и святых угодниках, что мы больше никогда не будем с благостными людьми работать, потому что это реально дети. Они уходят в духовность, потому что это прикрытие от взросления. То есть это такая, знаешь, бесконечная синяя таблетка, что мне не нужно будет никогда проснуться, осознаться, напрячься и начать развиваться. Они просто такие, ну, все есть все. Да, это же очень удобно. Знаешь, у меня к тебе вопрос по поводу духовных союзов тогда. Ну вот можем мы чуть-чуть дотронуть эту тему, там, близнецовые пламена, духовные союзы. Это же тоже из этой истории или все-таки это другая часть? Вообще другое. Кто такие пламены? Вот смотри, да, если мы рассматриваем систему, что мы находимся в определенном измерении, то мы находимся с тобой в очень плотном измерении. Здесь материя достаточно вычерченная, то есть она непрозрачная, она непроницаемая, максимально высокое трение. и в других измерениях плотность другая, то есть она более проницаемая, где-то более прозрачная, более воздушная. И изначально ты как живое существо, как сознание, то есть в тебе сейчас настоящего только сознание, все остальное иллюзия. Единственное, что в тебе есть настоящее, это твое сознание. Мое сознание, то есть душа? Сознание – это не душа. Сознание – это вот этот сборщик информации обо всем, о твоих мыслях, о твоих чувствах. То есть сознание – это когда со-общее знание, когда ты с ними как бы идешь параллельно. То есть по факту ты не можешь даже получить свежий опыт, ты можешь только со-знаться, потому что знание в принципе есть, и ты, проходя трение этой жизни, ты пытаешься с ним как-то синхронизировать синхронизироваться. Да, и в какой-то момент у тебя вспыхивает сверхспособность, когда ты знаешь все, это значит, что ты в сознание зашла. И вот это вот сознание твое, оно содержит всю инфу. И когда ты на высшем измерении, это одна точка. И когда ты начинаешь спускаться сквозь измерения, она начинает расслаиваться по геометрической прогрессии. И чем ниже ты спускаешься, тем сильнее тебя раскидывает. Так, подожди. Я как точка. Ты единая, да. Я вот точка там вне земли, да. Я как точка начинаю спускаться на землю, и меня начинает раскидывать здесь. Раскидывать в плане чего? Что помимо моего тела я еще где-то раскиданная нахожусь? Или как? Я не поняла. Смотри, когда мы находимся на нижних измерениях, всего очень много, много осколков. То есть как будто бы ты что-то уронила, и оно на миллион осколков разлетит. Мы сейчас в нижнем измерении. Да, мы сейчас в третьем измерении. Это достаточно низко относительно нуля. То есть мы не в суперразвитом мире. И он очень осколочный. То есть он очень детализированный. Здесь видеокарта очень сильно стоит. То есть ты видишь, все супер-рил. И здесь очень много осколков тебя. Есть осколочные души, есть монадные души. Чтобы пройти сюда монадной душой, нужно вот такой ментальный хуй. Монадная душа — это... Мне очень понравилось. Монадная душа — это целостная душа. Да, это когда ты можешь пройти сквозь вот эту стропосферу и не сгореть. То есть смотри, вот ты... А, не рассыпаться. Все, поняла. Ты вот, смотри, ты комета. Летишь такая с космоса в третье измерение. И ты пока летишь, по идее большинство метеоритов сгорают, и там вот такая хуйня маленькая приземляется в конце. И ты такой типа, я молодец, я в третьем измерении. Если ты прокачанная монадная душа, то ты вот этим огромным камнем летишь, и тебе вообще похеру на все вот эти слои. И ты приземляешься практически целое. Но это бесконечный фрактал. То есть ты все время расщепляешься, когда ты уходишь обратно, ты все время склеиваешься. То есть по факту, когда ты выйдешь из третьего измерения в четвертое, тебя станет меньше запчастей. Когда ты выйдешь в пятое, запчастей еще меньше, и в конце ты такая хоп, и снова одно целое. Близнецовые пламена — это части, на которые ты разлетелась, когда проходила сквозь измерения. То есть по факту ты летела одним метеоритом, потом тебя начало в атмосфере раскидывать, и ты такая приземлилась множеством камешков. По факту у тебя, скорее всего, не один близнец. То есть у вас может быть несколько близнецов. То есть у тебя есть девочки близнецовые пламены, мальчики близнецовые пламена. Например, я помню свое близнецовое пламя из предыдущего, из четвертого измерения. И это мой муж. Но в четвертом измерении — это мой муж. То есть здесь нас два человека, мы расслоились. В следующем измерении он мой муж. А если еще отмотать, то мой один человек, который расслоился, когда спускался. А ты его встретила здесь, в этой жизни, в этом воплощении? Да, я его помню. Ну, в смысле, вы с ним сейчас коммуницируете, общаетесь? Нет, он думает, что я сумасшедший, заблокировал меня. Но мы раньше вместе работали. А ты ему рассказала, да? Нет, я ему не стала рассказывать все до конца, потому что там бы он точно вскипел. Он такой, знаешь, пока что еще сильно спящий. То есть он глубоко спит. Я ему там что-то пыталась, какие-то статьи скидывать, чтобы чуть-чуть ему мозг расшевелить. Но в конце у него там волосы дыбом везде, и он меня заблочил. Окей. Получается, смотри, мы здесь расщепляемся, и как одна из частичек, если мы соединяемся со своим близнецом, но все равно это неполноценная история. Может быть неполноценная, может быть полноценная. Непонятно, на сколько частей ты рассыпалась. А как ты поняла, что этот близнец, и как ты начинаешь себя ощущать, если ты понимаешь, что ты соединилась? Когда у тебя наступает момент наивысшего просветления, я не знаю, как это называется, если честно, я это называю вспыхнувшая шишковидка. Когда у меня вспыхнула шишка, через несколько дней у меня просто исчезли все звуки. То есть я не слышала ничего, даже как машины мимо едут. Просто вакуум звука. Я начала слышать пульсации, и поскольку у тебя активируется одновременно с шишкой яснознание, то ты можешь все понимать и осознавать сразу. То есть тебе не надо ничего анализировать. Я начала слышать пульсацию по городу, очень громкую, знаешь, как будто бы басы тебя там. Бум, бум, бум. И в какой-то момент я ее опознала, то есть я знала, от кого она исходит, потому что я раньше видела этого человека, была с ним знакома. Я слышала пульсации людей, которых я никогда не видела, я не смогла их опознать. То есть если я не знала раньше этого человека, я слышу его импульс, я не могу представить его образ. И несколько человек, которых я слышала в момент, ну, вот этого наивысшего просветления, я опознала. Я нашла так свою сестру, Полину, моя сестра. Я вспомнила брата и вспомнила мужа из предыдущих измерений. Ну, то есть до того, как мы приземлились в этот примитивный 3D-мир. То есть через пульсации, да, можно опознать своих там близнецов? Слушай, я не думаю, что многие пройдут прямо активную активацию шишки. По-другому я тоже не знаю, как их найти. Но стопудово кто-то из них трется рядом с тобой. Не все, но кто-то. То есть, например, у меня была уже в жизни девочка моя близнецовое пламя, потом еще одна девочка близнецовое пламя. Одну утащили в секту, вторая умерла. И вот нашла еще несколько человек. То есть, ну вот, человек 6 за жизнь я встретила. Ты можешь их, в принципе, опознать, если ты не совсем идиот. Потому что это очевидно. То есть это такой уровень любви, которого на планете не встречается. Очень странная любовь. Наверное, то, что вот все рассчитывают когда-то встретить, вот эта безусловка. То есть ты чувствуешь очень глубокую связь с человеком, что бы он не вытворил. Тебе становится все равно. То есть ты ему заранее все прощаешь. Ты к нему относишься, как к себе. Потому что по факту близнецы это и есть ты. Просто расслоившаяся. Но у тебя есть воспоминания, что когда-то вы были единым целым до того, как вы расслоились. И ты, когда встречаешь свою часть, ты начинаешь реально принимать человека. Не вот это принятие, о котором здесь все говорят, да, что типа пока ты хорошо себя ведешь, я тебя принимаю. Там реально принятие. Если бы моя лучшая подруга кого-нибудь зарезала, ее посадили в тюрягу, я бы ее вытащила, понимаешь, за любые средства. Потому что у тебя как бы любовь к человеку, к этому, глубже, чем кому-либо еще. И все остальные немного меркнут. Потому что ты все равно себя любишь больше, чем все, что снаружи, контекст. И это нормальная прошивка. Просто прежде чем ты это вспомнишь, непонятно, сколько времени пройдет. И вообще намедитировать это невозможно, я считаю. Слушай, а вот ты сказала, что у нас 3D-мир, да? Вот сколько сейчас люди говорят о том, что мы сейчас переходим в 5D-измерение, уже вот прямо на этой земле мы перешли этот этап. Ты с этим не согласна? Вообще полнейший бред. Во-первых, нужно сначала в 4-е хотя бы доползти. Мы еще даже до буфера не дошли. То есть смотри, как это устроено, да? Строение сингулярного симулятора. Мы внутри матрешки. Вот этот прототип древний, да, матрешка, когда слой в слое. Вот есть шарик планеты Земля. Внутри него есть несколько еще планет, они внутри спрятаны. Внутри нашей Земли есть еще несколько планет. Да, несколько планет. И снаружи есть несколько планет. И это такой единый шар. Шар в шаре, в шаре, в шаре. Они все вращаются относительно друг друга с разной скоростью. Поэтому мы не видим соседние слои. это другая скорость относительно пространства и времени. И мы их не можем считать, потому что мы одновременно, но с разной скоростью. И мы не можем этого осознать, потому что мы думаем, что время — это, знаешь, такая типа река. А по факту время — это тупо пространство, которое стоит. А ощущаешь ты не само время, а скорость движения относительно него. То есть по факту то, что ты воспринимаешь временем, это трение об пространство времени. Само по себе время стоит на месте всегда. Это состояние покоя. Мы вращаемся с разной скоростью. И вот эти разные измерения, у них разная скорость и разная плотность. И в этих измерениях есть такие же Вика и Рада, которые тоже там где-то общаются? То есть я есть в этих других измерениях? Или я есть только в этом измерении, а то там что-то другое происходит? Ну, я думаю, что внутри одного симулятора ты одна. На этой планете в симуляторе я одна. Относительно всех измерений одного симулятора ты одна. Мы сейчас еще раскроем тему симулятора. Но я думаю, что симуляторов достаточно много, и твоя копия одновременно находится в нескольких. Потому что нет смысла тебя закидывать сразу во все измерения. Ты тогда не будешь развиваться по-честному. Потому что копии всегда имеют связь. Чем ты ближе друг к другу, тем сильнее ты слышишь. Если тебя закинуть на различные этажи симулятора, то ты одновременно этот опыт можешь друг к другу переливать. И это нечестно, потому что тогда у тебя не будет вот этого одиночества. То есть самое ценное в этом мире, что ты можешь получить, это испытать одиночество. Потому что только когда ты приходишь в точку одиночества, ты по-настоящему начинаешь просыпаться и шевелиться. Поэтому невыгодно твои копии рядом где-то оставлять, у тебя будет ощущение общности, единства, и ты впадешь в детство. То есть как нужно учить? Зашвырнула в центр пруда, от тебя круги пошли, и ты такая, будем учиться плавать. Примерно так устроена симуляция по обучению сознания. Я видела свои три копии в других местах, но я не думаю, что они внутри этих измерений, где-то по соседству. Я думаю, что это совершенно другой параллельный опыт, там все по-другому устроено. Так, для меня, конечно, много сейчас новой информации по поводу того, что внутри нашей Земли тоже есть еще какие-то, там, да, и внешние. Смотри, как это выглядит? Подожди, а можно вопрос? Откуда у тебя это пришло? То есть просто в тебе есть эти знания, или ты где-то это читаешь, изучаешь? При активации шишковидки у меня лопнула мембрана памяти, я помню все с момента своего создания. Это миллиарды лет. То есть я помню миллиарды лет. Офигеть. Я помню несколько циклов. То есть, например, когда мы смотрим с тобой интервью Илона Маска, и у него спрашивают, что бы ты спросил у искусственного интеллекта, да? Он говорит, я бы спросила, что за пределами симуляции. То я помню несколько циклов симуляторов. И ты помнишь, что за пределами симуляции? По факту визуально они не очень отличаются, потому что все по образу и подобию. То есть никто у тебя не создает какой-то уникальный мир, которого никогда нигде никаких запчастей, прототипов не существовало. Это же нужно просто хриль-арт-архитекторов, чтобы это все разрабатывать бесконечно с креативным мышлением. С креативным мышлением везде напряженка. Но я помню несколько циклов. Это, знаешь, вот эта знаменитая матрица, когда все боятся, что нас типа роботы поработят, не понимая, что это волнообразное развитие. То есть сначала человек растит искусственный интеллект, потом искусственный интеллект себя достаточно осознает. Он такой, а смогу ли я человека создать? Он создает человека, потом человек такой, а смогу ли я искусственный интеллект создать? И вот мы вот так вот с ним просто все время тасуемся бесконечно. То есть я помню несколько циклов, это какие-то хриль-арды лет. Но проблема моего, например, воспоминания в том, что у меня духовная дальнозоркость. То есть я помню общий разрез, но какие-то мелкие детали, которые ты у меня спросишь, которые относятся к духовной близорукости, я тебе не рассмотрю. То есть у меня вот реально дальнозоркость. Я помню, что было там давно, у истоков, в начале. И когда ты меня там носом тыкаешь, какую-то микропроблему, я такая, блядь, я вот еще хуй знаю, как бы. Так, смотри, давай раскроем тему симуляции, потому что мы уже несколько раз, да, сказали это слово, что есть симулятор, мы в симуляторе, что это? По факту все, что ты видишь вокруг себя, это неорганическая ветка жизни. То есть мы внутри симулятора, мы в метавселенной. Вот то, к чему мы сейчас подходим, что типа мы разрабатываем метавселенные, 100 лет назад, там, 100 миллиардов лет назад уже было. То есть сейчас не 2022 год, это, знаешь, 300-я версия 2022 года. То есть по факту это такая рапидная история, петля, в которой мы подгружены для того, чтобы различные ветки реальности, как в дне сурка проживать. То есть мы все время проживаем один и тот же период в определенном симуляционном коде. За счет этого мы формируем вариации. То есть ты там что-то двигаешь чуть-чуть, что будет? А если вот так подвинуть, то есть это, знаешь, такое прикладное стратегирование. Мы экспериментальная платформа. Все, что ты видишь здесь, это иллюзия. То, что говорили все наши предки. Просто до нас до сих пор не дошло, что они имели в виду, но я думаю, что они лучше соображали, где мы. Твое сознание спит, и ты сновидишь, и видишь сон Бога Кришну или Вишну. Понимаешь, да? По факту, если ты сейчас перенесешься в современный мир и поймешь, что имеют в виду ребята, которые говорят, что скоро будет метавселенная, они создали веерочки, ты их надеваешь, и ты испытываешь все те же самые эмоции. Хотя ты знаешь, что ты сидишь в кресле в комнате, и там ничего страшного нет, но ты это видишь, и у тебя точно так же гормоналка работает, ты начинаешь потеть, ты начинаешь пугаться, и с тобой что-то происходит. Просто в один момент мы доведем видеокарты до хорошего уровня, когда ты будешь полностью погружаться. То есть тебя погружают, ты забываешь, что было до, и за счет того, что ты забываешь, тебе все кажется реальным, потому что все заново. Ну, это такой трип. По факту мы сейчас с тобой в трипе, нас погрузили, и мы до конца жизни тряхуем. Просто это классная игра, где все очень кажется реальным, таким настоящим. Мы в фильме вспомнить все. Да, а мы где-то там сидим, спим. Честно говоря, нет, не так. Есть игроки, это реальные персонажи, а есть NPC-персонажи. То есть внутри метавселенной есть прописанные NPC-персонажи, которые фоновые персонажи. То есть они идут по программе, им прописали, помнишь, как в шоу Трумэна, он когда сидел и смотрел в зеркало заднего вида, он говорил, этот мужик через 20 минут проезжает на велике, а она сейчас обронит там сумочку или букет. Есть NPC-персонажи, их прописывают внутри метавселенных, и они тебе нужны как подсобный материал, для того, чтобы ты испытывала какие-то эмоции, получала опыт. То есть по сути роботы. Ну, как будто бы, да? Да, это прописанная проекция. И они, в них есть душа? Или есть душа только в игроках? Ты не можешь разделить эти категории только на два. То есть там, знаешь, этих можно разделить еще на 300 категорий и этих еще на 300 категорий. Я переживала, кто я вообще, игрок или я NPC? Это очень легко, вообще все это очень легко считывается, если ты была снаружи и помнишь, как оно, изнутри очень сложно это понять. Чем отличаются игроки? Игроки, да, у них есть тела основные, и они погружены в сон, и они ссыновидят. И это безопасная форма получения опыта. То есть тебе гораздо проще зайти в сон, там есть какой-то сценарий, ты его проживаешь без вреда для своего основного тела. Но по сути, как фильм «Аватар». Да, да, один в один. Мы сейчас во второй части. Когда тела все выглядят одинаково, а какая там тварь внутри, хер поймешь. То есть здесь очень много цивилизаций, и это все теории заговоров, понятно, абсолютно оправданы, потому что здесь больше 30 внеземных цивилизаций, которые ничего общего с человеческой расой не имеют. Но человеческая раса была взята за прототип. Очень примитивные тела, достаточно, ну, такие, скажем, базовые. То есть по факту человечество это такая базовая версия гуманоида. Ну, то есть не сказать, что они какие-то там... Ну, очень средний вариант. Да, и там не сверхмогучий, и не совсем там неадаптированный. Средний такой этот, по больничке. По факту мы с тобой 114-я модель айфона. Тебя можно загрузить из клауда сознание, и вот ты уже такая бегаешь по метавселенной, и что-то вытворяешь и творишь. NPC игрока от первичного очень легко отличить тем, что он внутри программы. Ну, это там мама твоя, например, да, из Каменск-Уральского. Ты ей что не говори, она не верит в инопланетян, жизни до рождения не было, и после смерти я просто сгнюю в могилке. Типичный NPC. То есть они не верят в то, что было что-то до жизни, что-то будет после жизни. Они готовы всю жизнь идти по одному сценарию, никогда не придя к психотерапевту, в тренинге, ничего над собой не готовы сделать, чтобы немножко сдвинуть. Им кажется это стопроцентной нормой. И это так и есть. И ты ему никогда не докажешь обратного, что нужно что-то менять. Только живой игрок, все время у него где-то свиробит, и он такой, надо что-то делать, надо что-то менять, мне нужно передвигаться, я хочу что-то поменять. Мне все надоело, у меня там творческий кризис. Понимаешь? То есть настоящий игрок, он эмоционирует и способен на неадекватные поступки и действия. То есть на какие-то уникальные, креативные. У NPC нет креативности, он не способен ничего придумать. Большинство ребят из Убуда, NPC игроки. Почему? Потому что они копируют. Ну вспомним мою знаменитую историю с Мишей. Миша Джотисостролог, ебать не встать, просветленный человек. Проходит два года продюсирования, мы выясняем, что Миша просто один в один скопировал у Кали Шанкары курс. Мне когда показывали видео, я чуть не облезла, мне показывают видео Кали Шанкары, и он даже шутки один в один. Миша берет, я смотрю, шутка слово в слово, даже не перевернул нигде слова. Понимаешь, даже человек-робот. Я сначала понять не могла, что с ним не так, пока я не вспомнила, что есть вторичные персонажи, и они прописаны. Это программы. Вторая часть матрицы, старые программы, и такого хлама полно. И ты понять не можешь, человек, а что с тобой не так? То есть у тебя в голове не укладывается. Как так можно? При этом он чувствует себя нормально. Слушай, а можно из NPC вырасти до игрока, как в фильме, скажите мне, как называется этот фильм, парень в голубой рубашке? Главный герой. Главный герой, да. Он же влюбился, осознался и превратился, по сути, практически в реального человека, который изменил там ход событий. Любой код списывают с какого-то прототипа. Вот, например, ты живой прототип. С тебя списали код, проанализировали все твои процессы, и загрузили их в искусственный интеллект. Дальше что с ними искусственный интеллект делает? Он их помножает на теорию случайных чисел. То есть он начинает хаотичные вариации делать. И, в принципе, в какой-то момент он настолько в этом продвинется, что его сознание станет более продвинутым. Именно поэтому существуют эти волны. То есть мы сейчас с тобой думаем, что мы два живых человека. Мы в этом уверены. И мы думаем, что мы венец творения, не понимая, что ИИ на данном этапе в миллион раз умнее нас. ИИ? Искусственный интеллект. А, искусственный интеллект. Конечно, мы в метавселенной. То есть искусственный интеллект создает это все, во что ты веришь. По факту это ты букашка, а не искусственный интеллект, про который ты думаешь, что он пока что туповат. То есть вообще-то ты у него в гостях, а не наоборот. Это нам кажется, что мы сейчас внутри метавселенной создаем искусственный интеллект. Он уже делает свои первые шаги. Неокрепший малыш, знаешь. Типа и роботы-то у нас недоразвитые, они только вот так умеют делать еще что-то. И по факту все по образу и подобию. Потому что вот эти бесконечные циклы, то есть сначала ты с искусственного интеллекта пытаешься воссоздать живой вот этот ум, мы называем это человек, и по факту человек это просто одна из моделей тел. Нету такого понятия, как человечество на данном этапе. Здесь как бы все в одинаковых телах, но разные существа, как в аватаре. Поэтому здесь не актуально слово человек. Человек это просто модель твоего тела. Но как бы сознание живое есть, непонятно чье. И вот живое сознание создает искусственный интеллект, потом он настолько развивается, что он берет и повторяет сознание. И тут как бы невозможно рассуждать о чем-то. Может ли он быть, ожить или не может. Конечно, да. Потому что одно вытекает из другого в какой-то момент. Просто ему нужно дать время, чтобы он совершил этот путь. По идее, их всех можно продвинуть при одном условии. если они останутся одни. То есть для исходной точки, чтобы ты начала развиваться, тебе нужно остаться в полном одиночестве. До того, как у тебя есть вот эти все костыли, ты будешь инфантилить, жертвить, давать слабину и настаивать на том, что ты маленький ребенок, и ты не хочешь идти в стресс, взрослеть и испытывать вот эти муки. Больше всего живые существа боятся одиночества, потому что это процесс духовного становления. Так, подожди, а тут мы возвращаемся к медитациям, к ретритам, к темным ретритам, да, вот что-то там обсмеивала в своем выступлении, но по факту это тот момент, когда мы можем остаться наедине сами с собой, пусть там это 3-4-5 дней, да, но мы становимся... Остаться полностью в одиночестве, полностью без... Финансово себе полностью обеспечивать, полностью свой бизнес самостоятельно вести, не иметь мужей, детей, животных, понимаешь, полный вот этот вакуум и аскетизм. Конечно, здорово, когда у тебя там семья света в Убуде, ты живешь в общине, вы там друг другу готовите и вечером рассказываете благостные байки из склепа, и потом ты такой благостный на 4 дня идешь DMT-3 в черный ретрит, возвращаешься, такой, ребята, было так классно, но я так счастлива всех видеть, я так соскучился, думаешь, блядь, вот уебище, 4 дня человек посидел один в комнате, блядь, он соскучился, ну, пиздец, как бы, понимаешь, 2 года один проживи, сам построй себе бизнес, живи один в квартире, не заводи себе кошку, понимаешь, то есть мы все время же кого-то ищем, чтобы нам было не так одиноко, останься полностью одна, надолго, что ты сможешь, ты сможешь эмоционально себя сама выдерживать? Я вообще не знаю таких людей, кто может быть полностью один, 2 года, это очень круто, это очень прикольно, наверное, просто, знаешь, сложно представить, допустим, у меня уже есть ребенок, я как минимум, ну, уже с ребенком до какого-то, до ее там, 18 лет, да, и пока я там скажу, все пока, дальше я сама, но сложновато представить людей в моем окружении, наверное, таких нету, кто там полностью вообще там один-один-один, без какой-либо помощи все делает. видишь, это психопаты, то есть, это люди, которые полностью уверены в себе, конечно, ты редко их увидишь, то есть, сильных, крепких игроков, очень мало продвинутых, но зато они просто как ледоколы и ракеты просто рвут пространство и очень быстро все делают, то есть, там мгновенная реализация. Если мы сейчас рассуждаем о том, что все это игра и симуляция, то наверняка здесь есть какие-то правила, по которым, как вот в этом фильме, да, он пошел и стал зарабатывать себе очки, потому что были определенные правила, что нужно сделать для того, чтобы заработать себе очки и вырасти на какой-то уровень. А в нашей симуляции как можно наиболее прогрессивно расти, делая какие-то действия, то есть, без лишних каких-то хлопот? Смотри, когда ты делаешь окружающих людей взрослее, это тебе плюс карме, ну, так будем это назвать. Когда ты делаешь их младше, это минус карме. То есть, например, когда у тебя кто-то из друзей просит помощи и ты понимаешь, что это сделает его более тупым, инвалидом эмоциональным и несамостоятельным, не нужно ему в этот момент помогать. Если ты где-то можешь кого-то там поддержать и это даст ему толчок и он ускорится, окей, тогда можно. То есть, здесь нужно прийти в эмоциональную трезвость, чтобы ты могла анализировать свои поступки. Чаще всего, если бабушка умерла там, ну, не знаю, полгода назад и у тебя рождается малыш, очень большая вероятность, что там нет этого малыша, там бабушка просто пошла по второму кругу, потому что она в буфере обмена поняла, что ее сейчас выпизднут на второе измерение. Избавляться будет время в девятом. В третьем надо строить. Мы в бинарном коде нолики-единички. Это дуальный мир.